Приготовление к Новому году начались. Яркие новогодние вывески, фонарики уже украшают город, а в скором времени появится и главная героиня праздника – елка. Чтобы придать городским улицам праздничный вид, пора приступить к приятным хлопотам. У одного из рассказовских предпринимателей возникла идея, которую он поделился с главой города. В рамках проведения Покровской ярмарки один предприниматель, Александр Анатольевич Объедко, выдвинул такую теорию, что один предприниматель должен осветить обязательно одно дерево в этом году. Я сначала воспринял это с ухмылкой, может быть, с непонятием, может быть, даже с каким-то некоторым встретили это заключение. Но, как оказалось, у нас много предпринимателей, у нас много деревьев, и люди хотят оставить свой след в этом хорошем деле. Пока в центральном сквере украшено только два дерева, но и они уже создают праздничное настроение. Городская администрация не в силах в одиночку нарядить весь город, поэтому такая предновогодняя акция станет большим подспорьем. Для предпринимателя это незначительная трата, говорит Александр Объедков. Зато городские улицы будут празднично украшены. Один предприниматель – одно дерево. Ну да, вот сегодня просто пробный вариант, вот сделан елка, там ее, конечно, все регулировать надо. Вот здесь всего шесть. Герлянд, где-то прибегло, скажем, шесть тысяч. А если четыре для города добавить, в пределах десяти тысяч обойдется одна елка. Я думаю, один предприниматель потянет это. Ну не потянул один, два предпринимателя на одну елку. А предпринимателей у нас очень много. Мы все можем спрашивать, что надо, надо, надо. Ну давайте вот в этот Новый год немножечко покажем, что давайте мы что-то дадим для города. Александр Анатольевич уже начал воплощать идею в жизнь и украсил несколько деревьев и новогоднюю елку, с чем создал предпраздничное настроение себе и просто прохожим.